в общем не надо я думаю париться и особо переживать эти все товары сами по себе распродадутся наверное все-таки начну заниматься этими квестами постепенно медленно спокойно не торопясь хаби а че еще делать караванщики там полиция гангстеры подполье воров сейчас только разгрузимся собственно деньги мне уже так особо и не нужны правда да все лишнее не надо столько всего лишнего вот на этот очень много времени уходит на вот этот туда-сюда переворачиваю кстати я никого не обкрадываю а вот пиво для этого и я собирал что ты если кого-то хочешь обокрасть применяешь пиво или спиртной напиток бус и он там теряет восприятие и успех кражи от этого зависит очень я не знаю зачем ядер кул просто так для декорации какой вес 126 но пойдет половину почти ну все тогда сохраняемся с этого момента до с этой точки будем заниматься квестами постепенно не знаешь чего начать ну давай зайдем вот спасибо за помощь какую помощь я не понял чем я помог вам в полицию до даже мерзавца нельзя убивать за приговора суда нет это не полиция это какой-то бизнесмена это караван здравствуй добро пожаловать от дальнобойщиком чем мы можем все помочь я ищу работу чем вы занимаетесь я я заведую то есть я помогаю управлять дальнобойщиком если кто-то у нас наезжает ему приходится иметь дело со мной мы торгуем разными товарами по разным поселениям так чем вы торгуете мы торгуем всем что только можно прийти тебе на ум медпрепараты шины оружие патроны еда бромин и дерьмо даже обрезками металла дерьмо металлом ты удивишься когда узнаешь больше о спросе то что валяется под ногами в одном месте может быть роскошью впоследствии в каких-то десяти милях отсюда вот блин настоящий бартертаун вот как безумный макс 3 ладно хватит с меня нудного болтуна торговца где здесь выход так вам нужна помощь ищешь работу слухал себе много от тебя хорошего нам нужны люди с такой репутацией пойди поговорить с будчем он за это дверь а будь кстати визуализирован очень смешной да давай поговорим с будь чего ты хочешь ох и рожа ты озвучит время деньги пустые разговоры деньги на ветер ты здесь по поводу работы какой работают в последнее время пропало несколько караванов надо выяснить что с ними случилось ну чё возьмемся что все просто узнай кто этим занимается а потом расскажи мне или убей их к чертовой матери мне все равно главное найди их так искренне люди рассказывают всякое но я не верю слухам и ты вправду хочешь знать в общем говорят что караванчиков убивают когти смерти но я больше ничего не знаю так вопрос а кто может рассказать про когти смерти поговори с бет она в курсе окей я все выезжаю приходи когда а кто такая бет где ее найти ну естественно что есть ничего нет это не удивительно ну раз когти смерти это значит надо идти в могильник и там выяснять то есть когда встретиться с когтем смерти а как доказать что они караваны нападают на караван это я не знаю так это полиция ну давай поговорим с ним какое дело здравствуйте сэр меня зовут джастин грин я шериф этого прекрасного города сегодня прекрасный день могу ли я чего-нибудь задать мне нужно сообщить о преступлении не не надо ну говори нет ничего просто хочу сказать иначе меня убьют нет ничего так хорошо работаете что ж благодарю дэну так но здесь ничего не о каких этих заданий не берешь ладно придется с бандитами самому разбираться так на вот этого сволочи мы надавили тогда я сохранить дать я сохранюсь ну к черту сейчас конфликт затеет и полиция меня же будет бить привет добро пожаловать гуану бобу так я хочу куда напал сейчас сказать о деккере мистер деккер отличный бизнесмен он занимается сам чистым делом знаю что о пропавших караванах ужасный бизнес несчастные люди ни толку никакого что происходит в городе чадо собора а еще что интересного а как его шантажировать а его не прошантажируешь никак да тот квест утерян с тем доктором орбидом жаль жаль ну ладно что ж я сам виноват что-то я в джанктауне не так сделал все поехало криво вот этот мужик ему по моему помощь нужна да 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 боже что ты не можешь оставить меня в покое меня без тебя плохо полно проблем проблем может я смогу помочь тебе так поверь у меня трагедия теперь все не так как раньше у меня есть небольшая ферма за городом пару дней назад толпа налетчиков возникла буквально неоткуда они захватили мой дом и теперь у них там лагерь они убили мордашку моего ослика и пригрозили убить и меня если я только осмелюсь там боится скажи только где это в остальном я позабочусь правда ты сможешь ты знаешь он скажешь можно наконец вернулся домой снова так все берем оружие разбираемся еще чего такого патрон хватает вполне все заряжено рейдеры бандиты так сколько их там раз два три четыре пять шесть семь ничего а сразу да началось ну хорошо хотя очень хорошо меня пострелял придется стимуляторы кушать блин как отключить будильник на телефон ай блин хорошо вынес да да ну что ж поделать до стимуляторы немало тратится все таки их надо докупать естественно они имеют важную ценность вот то что очков действия на выстрелы мало вот это жаль ай блин ах вы гады о кстати у я на такой же пистолет с громким выстрелом молодец я хорошо как я вот очередью полос фишка хорошо ой 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 нет это не так сейчас меня убьют я я стреляет из дурацкого пистолеток 8 очков жизни как хорошо что на мне броня и как хорошо что у меня есть стимуляторы да да ух блядь так в кого сейчас стрелять ну давай вот этого очереди вот и все это с ножиком а а я хорошо чтобы ты тоже из такого пистолета стрелял так нет все или не да все ладно сейчас их оберем что в шкафчиках так а что это я медленно хожу у меня так 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 сломана правая нога приехали здорово что такое доктор я себя не вылечу естественно у вас не получается а вы не можете вылечить искалеченную правую ногу вот это уже интересно становится если честно так вылечить можно только опцией доктор доктор у меня всего 22 это не видимо да вы получаете 52 очка опта за применение своих навыков вы вылечиваете свою искалеченную правую ногу вот видишь как надо же но не сразу да не сразу вот и стимпаки понемножку очень хорошо так теперь просто лечение обычное препараты закончились а я до конца не долечился сколько так без смотря оказывается значит 22 очков вполне хватило чтобы вылечить свою искалеченную правую ногу ладно вот вот это яну сейчас отдадим эти патроны нож нож никогда яну не давайте нож он это вот почему они разделены это же одни и те же патроны здесь они почему-то разделены я вот не понимаю всех обыскал их семеро ну блин давай еще где-то был какой-то да вроде всех да что здесь здесь ничего мусор какой-то а это что металлическая броня это же так вот валяется ну для меня уже она интереса не представляет разве что как только денежный товар но тем не менее это было бы приятно если на раннем этапе хотя на каком раннем этапе я даже сейчас в супер в этой броне они чуть не убили меня хорошо стимпахи спасли ладно надо этого дядьку порадовать так колодец это не второй фаллайд его здесь не починишь ничего да лопата нет это декорация это ну чё чё делать будем так вот это сбоку появляется вирус что у меня какой-то я не знаю параллельный неважно все возвращаемся этого дядьку порадуем что ну вот как очень удобно на том же месте фермер ну как удалось преподать налетчикам урок я уже могу вернуться к себе домой какой наглый конечно дружище ой спасибо тебе огромное извини что мне нечем отплатить тебе разве что вот этим возьми эту пушку за спасение моего дома хорошо это кстати очень неплохой пистолет его тоже надо отдать яну И этот пистолет, он стреляет вот такими вот патронами, вот этими тоже популярными, которых у нас у всех много. Поэтому мы его продавать не будем. Отдадим Яну. На, держи. И патроны к вот этому. А этот мы продадим. Да. Что еще? Он пока из десерта игла стреляет. Патронов много. Ну, короче, выбор у Яна есть, слава богу. Ой, и этих патронов полно. У него обычный пистолет этот. Какий он там, 8, да, миллиметров? Все. Моя душа спокойна. Выбор есть. Кончится одно, он другой может взять. Продолжаем. Куда пойдем? Мальтийский сокол? Оружие уберем. Мальтийский сокол или нет? Приходи в любое время в рабочие часы. А, поздно. Ночь. Ясно. Хорошо. Кстати, гильдия воров в подвале вот тут этого дома находится. Можно так в наглую к ним прийти в гости, а можно, по-моему, по какой-то наводке кто-то даст тебе, расскажет, что в этом городе промышляют воры. Я вообще-то, знаете, во всех играх, где бы играл, я не сторонник преступности, скорее наоборот. Так, деньги. Делаю. 2,470, 2,450. Он мне больше дает. Значит, добавим все-таки нож. 2,600. Ну, хорошо. Больше у тебя ничего нет. Пафа, вот почем? Что еще продать? Надоедает эта торговля. Так, десерт игл. Не нужно мне. Ну, серьезно. 3. Давай патроны. 3,400. Еще. 3,800. Да что такое опять неравное это? 3,800. 3,100. 3,200. 3,0. Да блин, ни туда, ни сюда. 3,165. Все, хватит. А если я кастет добавлю? А ты бафау-то? Нет. Все. 3,165. 3,145. Хорошо. Все. 666. Ой, блин. Все. Лень лезть к этому кьяну сейчас. Или к тихо за товарами. По-хорошему вот эти нужны. Очень дорого стоит. О, надо же, повезло. Один кастет и одна обойма. Ну, что делать, ладно. Потому что эти автоматные патроны очень-очень быстро расходуются запросто, легко. Ну, я для этого их и сберу. И поэтому с самого начала игры прокачал стрелковое оружие, чтобы не мучиться. Легко вот так вот очередями уничтожать. Так, нет. Все равно продавать придется. Посмотрим, что у вас есть. Вот опять это... Я уже забыл, куда мне дальше идти. Что делать. Потому что вот эта вся фигня, она отвлекает. Значит, продадим броню, наверное. Этот. Ну, все-все остальное это тебе нужно. Все. Может, не будем трогать, а будем считать, что он ее как бы носит на самом деле. Ну, это мне так верить хочется. На самом деле он ее не носит. Потому что если бы он ее носил, уже Крис Авелон в Библии это бы описал бы. Да, когда они берут в руки оружие, у них меняются характеристики у персонажей. А это у него не в руках, это в рюкзаке. Значит, это никак не влияет. Поэтому эта броня не нужна. Ее надо продать. Хотя сейчас уже деньги особо не имеют ценности. Бля, а вот этого до хера всего. Блин. Две винтовки продадим. Вот этот тоже не надо. Потому что у него дробовик. И он сейчас у него в руках, этот дробовик. Значит, мы вот этот каравин продаем. И две винтовки. Вот эти штурмовые продаем. И патронов у тебя хватает. А книжки просто забираем и читаем. Чтобы не вес был. И все равно пригодятся эти опыты и науки. Ну вот и все, все остальное. По сути, десерт игл не нужен. Если есть вот такая же снайперка. И к ней полно патронов. Ну, ладно. Читаем книжки. Как раз расцвело. Читаем книжки. По параметрам я уже не помню сколько чего. Наука 66. Ремонт 85. Ой! По ремонту, по электронике я прочитал книжку. Всего у меня было 82. На 3 единицы прибавил. Так что эти книжки это ерунда. А стоят огромных-огромных денег. Ну, ладно. Не пропадать же им. Я их все равно где-то достал. Я их вроде не покупал. Ну, блин. Сопарил. Что у тебя есть то, что мне нужно? По-моему, ничего. Ну, наркотики. Так, они разряжены? Нет, они еще и не разряжены. Твою мать. Ой, как все неудобно. Нет, патроны мы оставим тихо. Этот разряжен? Тоже не разряжен. Так, не так уж и много это на самом деле. Что еще? Да, десерт иглом я не пользуюсь. Поэтому патроны для десерт игла я продам. У этих есть все равно. Что еще? 3 500. Хорошо. Что на 3 500 я возьму? Стимпак. Один сколько стоит? 100. Ну, вот 3 стимпака я могу купить. 2 даже. Простых стимпаков нету. Все, вот 3 штучки. Даже 3 помню. А, нет, что-то я неправильно считаю. 3. Какой 3? Я все могу купить. Я только полсуммы. Тогда и психо берем. Во, конечно. Вот. 3, 5, 6, 7. 3, 5, 7, 6 наоборот. Так, значит, сколько я ему должен добавить? Плохо считаю. 10 монет. 11 монет. А у меня мелочевки нет никакой. А давай я тебе пиво дам. Да, да, на вот, пей пиво. А так хорошо. Они, кстати, весят, суперстимуляторы. Сейчас я ими пользоваться не собираюсь. Сколько они весят? 1 фунт. Значит, 10 фунтов. опять тихо иди сюда вот это честно очень утомляет десять раз одно и то же друг другу лазить в сумки в карманы и перекладывать это не игра какая-то знаю рутина патроны хотя у тебя и так их дофига ну чё так 14000 у меня ну ничего очень даже не дурно steam симуля стимуляторы заговариваюсь здесь больше ничего интересного эти остальные гаральд остался и потом с ним поговорим потом вот это кто там а ты что здесь делаешь и ты кто никто где моя собака не знаю где твоя моя со мной собака супер стимуляторы они тяжелые зачем их таскать сейчас не надо их надо копить на будущее потому что когда мы уже пойдем в этот спатье у короче барипоза с мутантами вот там эти супер стимуляторы еще как пригодятся вот с этим караваном чего разговаривать толку особо нет они просто предложат работу ну здрасте здрасте привет меня зовут диметр диметр рома ра рома ра я лучшие каравана всей пустыни сейчас работу черт силища просто не так что а тебе какое дело как разве мы не искали любишь восхищение до пули свистят над головой ты вещь страх в глазах у врагов и на хрен те караваны не надо так и сколько платите 600 крышкой это фигня вообще какая че возьми опасные маршруты нет спасибо парню это ты мне так лишь бы грубости не вышло так сохраняемся вот этот вот сволочь под хорошо сохранился попрошай какие-то буквы а что но ты выглядишь как деловой человек я тоже деловой человек я подошли мы могли бы их поговорить их о делах так я думаю тебе сейчас кажется что хочу либо общись так на чем-то занимаешься ну я там немного того немного сего умею нахожу для людей сведения вещи которые им только могут понадобиться что-то нужно так мы все в чем нуждаемся я мог бы тебе чем-то помочь что что ты ищешь вот сволочь мне нужна кое-какая информация так тебе нужны сведения да поскольку уважаемый бизнесмен у меня будут кое-какие накладные расходы мне понадобится несколько крышек чтобы рассказать то что тебе нужному раз мы все прояснили что ж ты хочешь узнать что ты хочешь узнать про деккер а вот про караваны пропажи караванов ну пожалуй 300 крышек за это поздно обойдется в три план давай попробуем даю 240 но но я был был бы не я если бы выдавал информацию за меньше чем стоит ходе когда был деньги блять свинья хорошо хорошо так лиме берет деньги лиме ну я не очень уверен но из того что я слышал дело не в том в чем все думают один новый парень лезет в свое дело с каким-то мутантами или что-то такое но я тебе этого не говорил я ничего не понял логично мне вообще что не говорил лиме как ты знаешь намекаешь на то что лиме трусливый парень но ты зато лиме живой парень так знаешь сейчас сделаю лежащую группа так так про деккера я обычно спокойно продаю информацию но про мистера деккера ты от лиме ничего не узнаешь хорошо могу спросить о другом пропавших караванов опять ну племя берет деньги но я не очень можно еще вопрос так все не не нет это за это насмарку и дни опыта никакого не зачем я понимаю если опыт был были кармы вот а он фигню какую-то городе ну чё пошли в молчись мальтийский сокол с кем тут знакомиться с кем разговаривать это кто это певица не мешай мне я работаю так это кто это по-моему женщина легкого поведения кажется я забываю что двери может не открыть убирайся мраво так хорошо чего есть ничего интересных вот это кто так это просто жители какие-то безобидные мальтийском соколе главное это бандиты все вот сейчас будем разговаривать вот это кто я тебя знаю а а пьяницы а вот это уже точно банят сейчас бармен шипы говорим водки пиво чего не крепкого ничего 10 крышек нет спасибо так она нам ничего не рассказывает а вот это кто вот 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 преступник я слышал от тебе ты же тот ублюдок который грохнул киллиана и гизма вот это я понимаю способ решения проблем так что же привело тебя в мальтийский сокол ищешь работу что за работу сколько платит но это работа не для отморозков надо будет сделать все быстро и чисто босс расскажет тебе подробности но скажу что ты скажу сразу ты заработаешь больше денег чем работая за месяц на караванах если ты конечно справишься мы с неудачниками не цацкаемся если ты понимаешь о чем я а что неплохо а сейчас не могу давать так кого над кого надо грохнуть так что неплохо так уверен тебе такие дела не впервой так что я тебе просто скажу что в твоих же интересах держать это все при себе договорились готовы это вот тебе нужна работа но тебе повезло у меня как раз есть кое-что подходи о быстрее говори впрочем будем соблюдать правила вежливости как тебя зовут ладно вольфра вот формальностями покончено хочешь узнать про работу разумеется есть некий торговец который как бы ты выразиться не хочет полноценно сотрудничать с нами но что найди торговца его жену на стандартно 500 баксов аванс еще 2 500 когда выполнишь задание отлично торговец живет на высотах на углу бар там стрит и тандер так все понятно хорошо нет я не буду убивать мирных людей я просто с ним хочу как вот спровоцировать а потом взять другой квест а я сейчас могу пожаловаться в полицию точно вот где-то здесь живет этот мужчина торговец женой которого как бы надо убить вот он да сейчас я ему поговорить с ним привет дружище добро пожаловать меня зовут дэн я тут главный по части броминов я веду дела со всеми торговцами в городе предлагаю свои услуги по очень несколько так лучше могу быть карабаш какие услуги ты предлагаешь но я занимаюсь повозка им провинтов если торговца черт большая тройка работает только со мной ой ты у нас важная персона до хочешь вы своей шкурой мне что-то в городе полно говорит головорезов а не ты поганый сукин сын как скажешь не приставая к билле ему надо раба ну вот все сорвалось теперь я с ним не могу поговорить я думаю можно ему сказать что тебя хотят убить короче ненавижу преступников этого декера надо убрать надо с ним это кто добро пожаловать скромное жилище могу помочь что ты знаешь о хабе где могу купить снаряжение я ищу работу где купить снаряжение так можно вопрос все это путеводители следит за порядком фрай на улице так фрай так а вот этот фрай нет все я понял сейчас мы идем в полицию и говорим в полиции что вот этот деккер он бандит так мы сразу берем оружие потому что сейчас будет драка не с полиция с деккером здоровье как у нас здоровье хреново запарил ну ни хреново надо до конца довести здоровье где 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 докторская сумочка кстати это это аптечка первой помощи 60 60 так так вы исчерпали ресурс этого навыка да что такое ну давай лечись не хочу стимпаком пользоваться все вылечился теперь мы шериф уговорим я хочу вам сообщить о преступлении так вы хорошо работаете просто так я хочу сообщить о присутствии говорит деккер пытался нанять меня чтобы убить одного торговца его жену ты шутишь но это тебя лично попросил да отлично я уже знаю из других источников об этом плане ты последнее подтверждение которое мне было нужно чтобы принять против него меры это будет непросто и мне понадобится любая помощь плачу 300 крышек сразу остальное после работы что скажет с удовольствием отлично вот аванс шериф протянет вам 300 крышек готова можем начинать пошли так вот здесь путаница кто есть кто вот это кто кейн дожди да все 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 шериф только с нами зеленый хорошо но почему прицела нет ну давай по блять собаки попал ты еще как солидно ох бля а деккер понятно деккер с ножом так хороший завор блин сохранится надо было собаку убили все начинаем заново где я сохранился все ясно блин так работать так что платят ашо неплохо готова да и так меня зовут вольфрам разумеется что нужно что смысл сколько платишь да я сделаю это готов все все лечимся я забыл вылечиться чёрт собаку убили так не пойдет ну 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 вот с доктором проблем но я не буду прокачивать этого доктора хотя с другой стороны если доктор ты быстрее восстанавливаешься дальнейшем это кстати еще как пригодится когда с мутантами будут баталии да что такое не может исцелиться ну не хочу стимпак тратить всего то сколько пять очков повысить до 68 ну давай да блять нет я из принципа вредный давай исцеляйся есть все 7 очков здоровья так где полиции сейчас перед разговором сохраняемся берем в руки оружие и сохраняемся эй блин чё это вот появляется бля на экране все заряжено все заряжено может психа в бою принять да сохраняемся да в этом же слове не давай в следующем W 37 все теперь быстро я слушаю тебя преступление декер хочет нанять меня да да с удовольствием готовы мы можем начинать готовы все поехали это декер хорошо чтоб в собаку не попасть давай вот по нему мы ага ага и по весёлым中國 и потиху смог его сбили так не пойдёт поздоров он кастетом что ли бьёт. Ой. Держись, друг. Блин, вот жаль очков действия. Мало, всего на один выстрел хватает. Тихо, принимай стимулятор. Молодец. Точно, у этого кастет. Ага, молодец по нему. Вот так. У этого кувалда. А шериф ножами кидается. Тоже мне. А, на меня полезли. А, ну хорошо. Вот за этим я и беру с собой автомат. Чёрт. Ничего страшного. Угу. Ну, понемножку их уже. Так, дайте, раз самого убили, осталось ещё парочку. Вот тот с кувалдой. Смотри, меня кувалда не берёт, оказывается. А кастет вот берёт ещё как. И очень даже прилично. Так, отходим от него. Ну, давайте. Чёрт, и он стимулятор принимает. Я тебе очередь юксеров. Да что же это такое? А, это тот самый Кейн, который на улице стоял. Ой, не на улице, а в самом баре. Ну, который провёл меня к декеру. Ясно. Так, всех убили? Проверяем. Нет, он ещё жив. Крепкий этот Кейн. Точнее, не он крепкий, а... Э-э-э! Теперь надо там это всё обчистить, обобрать. Вот даёт. Так, вот это да, была битва. Чёрт возьми, отличная работа. Теперь без Декера и Кейна остальные подземелья сдадутся быстро. Без лидера такие организации не могут долго существовать. Здесь нет больше достаточно умных людей, кто бы смог ими управлять. Готово. Так, вот вторая часть твоей награды. Спасибо ещё раз за помощь. Город вам очень признателен. Шериф протягивает вам тысячи крышек. Ну, хорошо. 1400 опыта и 4 единицы кармы. Вот это главное. Деньги – это так. Теперь мы идём и спускаемся в этот подвал и всё забираем. Потом подлечимся. Здесь вот врача нет в этом городе. Так, ну, как спуститься? А, вот она, дверь, да? Ага. И где вход? Ну, и где трупы? Не вижу. А, вот они все. Всё-всё-всё-всё в порядке. Вес какой? Нормально. Сейчас мы отберём их всех. Разряжаем. Опять вот это скукотище. Ничего не видно. Отойди. Охо! Охо! Очень даже неплохо. Да нет, блин, теперь вот этого. Кувалда, она сколько-то стоит? Ну, сейчас посмотрим. Ну, сколько-то стоит, но, по-моему, совсем недорого. По крайней мере, во втором фоллауте она стоила совсем недорого. Ну, и, собственно, сам декер. А, у него метательные ножи. Это ерунда. Охо! Угу. В этой комнате ничего нет. Блин. но проходить все застрянут в этом шкафу чего нет нету вот игру поэтому второй fallout куда более сбалансирован более интересен то вот все до мелочей продумано пустых шкафов не бывает хотя бы хоть что-то хоть какая-нибудь ерунда она будет лежать а порой не ерунда бывает ерунда ну там две-три крышки допустим срок приятно или может быть там наоборот что-то очень классное редко и ценное а тем более эта комната главного гангстера города и как у него пустые ящики поэтому немножко эта серия ну первая часть она так ладно все так барменша у нас не торгует сколько у нас 16000 где этот ян товарищ забираем вот эти патроны ты их вообще я вижу не тратишь остальное мы продаем все все продаем да эти тоже бронебойные продаем то что нафиг они нужны теперь как попасть в подполье а сейчас ночь наверное они могут со мной не разговаривать ну как проверим нет это в этот равно 900 1115 забирай забирай ну хорошо хоть у этого деньги всегда есть 6 815 и все и больше ничего у него интересного устал я этой заниматься ерундой вот этот торговлей здесь еще где-то за городом есть микролокация там какой-то бандюга или не здесь или это в могильнике мистер приличное заведение с таким как ты не работаем уходи а это потому что я деккера убил и это понятно и он со мной не рты пошел ты надо будет перебью вас хотя не надо полиция может это а еще мимо прошел оружейный магазин естественно приходи в любую это все я забыл что ты давай вот и отдохнем до утра нафиг заодно и здоровье чуть-чуть хотя пофигу здоровье нифига не это кто это караванщик с этой смешной рожей но давай быстрее все это чисто процедурная работа так у него ничего нового нет денег нет патроны ну и так у меня их по 666 боже мой какая цифра тысячи нет жирную вот сколько кувалда стоит но я так и знал что мало броня вот еще 900 нет броня 800 стоит по фау 1300 1500 1100 пара ножиков 1200 вот 1300 700 все вот это равный обмен очень хорошо да а у него тоже ничего нет у него товар нет хотя аптечки аптечки нужны всегда не очень дорогие наркотики да пожалуй 1100 ну давай наркотики так не такие уж дорогие но они главное что веса не имеют вот это все чё это все хранить надоело 2 900 1 убираем 2 600 хорошо если я добавлю вот это вот это и вот это ты мне дашь еще 3 200 еще бафаута 3 300 еще 2 ментата например 3 800 опять больше да ёб твою мать ладно на один бафаут меньше 3 600 все все достаточно мне это все барахло не нужно не ну не нужно груз только лишний все а у него не прибавляются препараты ну что поделось вот так устроено смотрим какой вес вес ну относительно нормальный вот сейчас бы кстати и вылечиться немножко подлечиться ну вот вот уже что такое вы очень устали устал так устал чё поделать подполье воров по моему надо было раньше пойти потому что этот как его они что-то хотели чтоб я именно у декера украл кажется так я не помню ну чё сходим давай сохранимся перед тем как спускаться давай на новый слот до полю 38 где моя собака я не знаю пойдем поговорим а здесь эти ловушки ну и черт с ними пофигу мне да барбарат взлом я не буду эти ловушки ну взорвусь взорву сейчас да надеюсь не погиб хорошо вам не удается так открываем вот это тоже открываю лишний раз опыт так все живы-здоровы ян получает ранение теряет здоровье на 16 ну что поделать вы получаете вы открываете дверь хорошо все я надеюсь стрелять и не могу создать ее виной да да черт с ним с этими ловушками так псина получает ранение теряет здоровье вам не удается стыд замок-то кстати очень тоже смешной визуализированный Этот преступник, ну, вор. Хорошо, всё. Я надеюсь, стрелять вы не будете сейчас? Так. Чего ты хочешь? Расскажи о гильдии воров. Расскажи о Деккере. Лично в обществе не принято обсуждать мистера Деккера. Расскажи о гильдии воров. Если повезёт к вечеру, станешь одним из нас. Скажи о пропавших кораллов. Мы тут ни при чём. Хорошо. Хорошо. Мы тут не разговариваем со всякими посторонними. Так. Всё. Ведём Головарю. Но я надеюсь, бой вы не затеете. Чтоб меня разодрало. Снова ты сквозь всю защиту прорвался, дружище. Меня впечатлило. Имя твоё. Нарисован великолепно. Так. Чтоб меня разодрало. Так. Я Вольфрам. Польщён знакомством. На самом деле, пока. Ну, раз уж такое дело, давай и другой части вежливого знакомства уделим внимание. Какого чтоб меня трижды растудать, чёрта ты тут делаешь? Так. Я хочу кое-что. Это всё? Кое-что спросить. Это либо невероятная смелость, либо полный кретинизм. Ну что ж, спрашивай, спрашивай. А потом мы тебе выход покажем. Так. Что бы интересно. Так. Расскажи мне про круг. Крадём у богатых. Просто и понятно. А, Робин Гуды. Наверное, около 10-20% беднякам в старом городе. А, благородно. Еще 20. Остальное забирает вор. Неплохой расклад. Благородно. Благородно. Так. Я ищу пропавший караван. Можешь заглянуть к торговцам. Хотя лучше бы тебе, конечно, подумать насчёт ночного визита к ним. Хоть я и сам считаю это полным бредом, но можешь поспрашивать про когтей смерти. Или последовать за караваном. Если у тебя совсем с мозгами плохо. Ох. Подожди. Чтоб меня разодрало. Здорово ты сквозь всю защиту прорвался, дружище. Меня впечатлило. Имя твоё. Так. Я сейчас забираю вас всех в дерьмо. Так. Я хочу ещё спросить. А как выйти из-за разговора? Так. Я сохранюсь сейчас. Ещё один на следующий. Так. Где? В39. Чё если вступить в гильдию? Я вообще-то не хочу карму себе, репутацию портить. Но попробовать надо. Попался, дружище. Это тот самый круг воров. Я думал, что ты знаешь об этом, раз ты. Но да не важно. Ты подаёшь надежды. Кругу могли бы пригодиться такие, как ты. Хорошо. Так. Окей. Что надо делать? Всё очень просто. Докажи, что ты вор. Успех и мир у твоих ног. А если нет, ты нас больше не увидишь. Если только не будешь случайно мимо проходить. И последнее замечание. Это угроза, если до тебя не дошло. Хорошо. Что за тест? Очень-очень просто. На высотах ты найдёшь дом Даррена Хайтаура, который только и ждёт, чтобы его обобрали. Принимаешь вызов? Да. Вот это рвение, дружище. Поговори с Жасмин снаружи. Она тебе сообщит о деталях, даст тебе карту и ещё кое-что, что тебе поможет в деле. Запомни, даже не думай выдавать нас полиции. Мы напомним о себе раньше, чем они приедут. Но довольно о мрачном. Так, ну я получил очки опыта, а карма не затронулась. Хорошо. Так, вот тут две бабы. Которые из них? С кем мне поговорить надо? Добро пожаловать к рукой... А, Жасмин. Мне надо понять так, что я говорю. Отмечки и всё. Ядер кол не убивать не могу, обещает женщина. Работа дерьмовая. Что значит лучших? Это член зоны торговцев. Потому что благодарен уже много раз. Если ты его убьёшь, то его место занят. Кто-то более умный, нам это не понравилось. Не понял! Это расскажи... Нет, вот у этой. Да-да-да-да-да. Если ожерелье уже у тебя, отдай его мистеру Локсли и получишь свою награду. А, она мне дала фонари и отмычки. Понятно. Спасибо. Хорошо, идём. Где этот дом Хайтаура был? Ну? На высотах. Это значит, в начале города, да? По-моему, это будет очень непросто. Я сейчас не помню. Вот это кто? Вот это дом Хайтаура, что ли? Нет. Добро пожаловать. Кто здесь следит за порядком? Шевип Грин. Ладно. Лень мне сейчас все диалоги нажимать. Раньше, конечно, надо по-хорошему играть. Всё подряд тыкать. До конца. Это кто? Это, по-моему, караванщики. Нет. Или рейнджеры какие-то. Эх, какая разница. Нет, это точно не дом Хайтаура. Это Дэн. Кстати, с ним... Ну-ка, ссориться неохота. Не будем. Привет, дружище. Добро пожаловать. Меня зовут Дэн. Я тут главный. Услуги предлагаешь. Так. Правда, вот здорово. Я хочу быть караванщиком. Что за большая тройка? Ладно, спасибо. Пока. Нет. Никаких караванщиков не хочу. Нет. Ну, это лачуга. Где же дом этого Хайтаура? По-моему, не здесь. Да-да-да, по-моему... Так, или вот это. Нет, это пустой дом. Это... Да-да, там богач. Всё, я вспомнил. Кажется. Сейчас проверим. Если я не путаюсь с локацией могильника. Вот сюда и налево. Давай быстрее. Да, вот сюда и налево. Короче, сейвимся. Сейвимся пошагово. Всё, всё, всё. Я ещё не определился, буду я вором или не буду. Поэтому... Я тут оставлю вариант. Может быть... Посмотрим кармам. Так, он сейчас нам скажет, что сюда нам нельзя. Простите, ну, несколько вопросов. Давай побыстрее люблю работу. Что... Где я? Если ты не знаешь, где следует находиться. Это частный апартамент. А, вот мистер Хайтаур живёт здесь и встречается лишь с теми, с кем есть предварительная договоренность о встрече. Что за работа? Могу ли я назначить встречу с мистером Хайтауру? Нет. Какие хамы? Так. Так. Этот Хайтаур преступник. Мне сказали его, типа, не убивать. Отойдите от двери. Да, я здесь... У меня на... Мистер Хайтаур не встречается, с кем попал. Как мне назначить с ней встречу? Тебе нельзя здесь находиться вон отсюда, скотина. А почему? А давайте я вас всех перебью, к чёрту. Это же преступники, явно. Всё, я вспомнил. А жерель лежит вот здесь у него. Но, чтобы сюда попасть, надо прокрасывайте. Как это сделать? Ой... Задал себе работу. Давай где-то в следующей серии. Я уже устал. Декера убили. Всё. И начну я с сейва. Ну, не знаю. Всё. Выйти, да. О, Федер Зейн, друзья. До следующей серии. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...